Минус на 33% в Ульяновской области за последние 9 месяцев снизилась младенческая смертность. Сегодня цифры 73-го ниже не только всех регионов ПФО, но даже общероссийских. Сократилась и смертность населения в целом. В 2019-м врачам удалось спасти 465 жизней. Однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии по-прежнему высокая. Об этом и не только говорили на первом региональном форуме общественного здоровья. Мы работаем с экспертами Всемирной организации здравоохранения. Мы работаем в ряде проектов Всемирной организации здравоохранения. В частности, вы знаете, что 6 школ Ульяновской области участвуют в проекте по укреплению здоровья школьников, который включает в себя здоровое питание и развитие двигательной активности. Ульяновская область – крупнейшая региональная сеть Российской ассоциации здоровые города, районы, поселки. Мы – первый регион, где членами ассоциации стали все муниципальные образования. У нас сравнение просто. У нас одна территория, и в этом году вступит еще 7. У вас все. Вологодская область, откуда все начиналось, они тоже. Пока все не участвуют в работе своей ассоциации, которую губернатор их собственно и создал. Поэтому тоже прогресс в этом плане. Акции известны ваши все. Вот как начались у вас поезда здоровья ездить по регионам. Все мы знаем, слышим, что надо в следующий год нам что-то делать. А то мы немножко, вроде бы, сама с Кобой скажут, а в этом отстают. Кардиодесант на предприятиях у вас. Паспорта здоровья на предприятиях создаются. Так что Ульяновская область в этом плане выглядит очень прилично. Плакаты, брошюры, листовки, вот такое огромное количество профилактического материала сегодня получило каждое муниципальное образование. Все это разместят в местах скопления общественности, в больницах, в магазинах. Среди прочего, вот такой вот полезный дневник самоконтроля. Здесь рассказывают не только о первых признаках инсульта и о том, как его можно предотвратить. Но есть вот такая полезная паблица самоконтроля. 50% к 2020 году и до 60% к 2025. Речь о гражданах, приверженных ЗОЖ. Таких показателей планирует достичь регион уже в ближайшем будущем. Сегодня в области сформирована единая профилактическая среда здорового образа жизни. В ближайшее время свои двери откроет и Центр общественного здоровья. Основная его задача – это методическое руководство и помощь всем муниципальным образованиям именно в сохранении, в укреплении общественного здоровья. И чтобы люди понимали, что общественное здоровье – это не здоровье в том понимании, к которому мы привыкли. Это здоровье физическое, психическое, психологическое, душевное, духовное. То есть мы должны об этом все помнить. Здоровье и благополучие всех граждан – цель проектов и программ социально-экономического развития города. А это и чистый воздух, и экологичный транспорт, и зеленый город. Активное долголетие и доступность спорта для молодежи. В школах – здоровое питание и двигательная активность. Система общественного здоровья сегодня выстраивается в каждом муниципальном образовании нашего региона. Екатерина Терещенкова, Алексей Слипченко, репортер 73. Продолжение следует...